Профессор Акео Мисаки из Японии два дня провел в Объединенном институте ядерных исследований. За это время ученый, которому 83 года, успел многое. Поскольку он изучает электронно-фотонные ливни сверхвысоких энергий в магнитосфере и атмосфере Земли, его интересовали астрофизические исследования. В лаборатории ядерных проблем ОИЯИ уделяется этому большое внимание. Но свой семинар профессор Акео Мисаки провел не в этой лаборатории, а в лаборатории информационных технологий. И это не случайно, ведь ученого интересует вычислительная база Объединенного института ядерных исследований. Он подписал протокол о сотрудничестве факультета естественных наук Университета Сайтама с лабораторией информационных технологий ОИЯИ. Основная работа касается высокоэнергетических электронных нейтрино, прилетевших из космоса. Это как раз одна из тем этой встречи, потому что очень интересно, как можно использовать эти компьютеры для решения тех задач, над которыми работает профессор. Протокол направлен на создание математической, теоретической и вычислительной базы для описания ЛПМ ливней при сверхвысоких энергии, анализируемых в ряде астрофизических экспериментов, таких как Байкал, Тайга, Айск-Юб и Антарес. Во время семинара выяснилось, что задача самая важная в этом сотрудничестве будет понимание, с одной стороны, понимание физических процессов, которые происходят в обнаружении астрофизических частиц, явлений. И по мере понимания физических, как основ этих процессов, развить математические подходы, методы и алгоритмы для их решения. Физик-теоретик из ЛТФ задавал очень острые вопросы. Значит, есть о чем говорить. Как всегда, в научном исследовании задачи не решены. Если были бы решены, не было бы повода для дискуссии. Над решением той или иной научной задачи, как правило, вместе работают ученые из разных стран. Профессор Мисаки сам проявил инициативу, чтобы наладить связь с коллегами в Объединенном институте ядерных исследований. В Воскресенске была создана теория, и профессор просит найти способ провести расчеты, возможно, с использованием этих компьютеров. Физик-теоретик Акаэл Мисаки заинтересовался вычислительной базой Объединенного института ядерных исследований, где недавно появился суперкомпьютер Говорун, вобравший в себя все самое передовое, что есть на сегодняшний день в области информационных технологий. Производительность этого мощного вычислительного комплекса оценивается в один петафлопс. К примеру, самый мощный суперкомпьютер в России Ломоносов в МГУ имеет производительность два петафлопса. Суперкомпьютер в Уэйяи и создавался в большей части для физиков-теоретиков и по инициативе лаборатории теоретической физики Уэйяи, у которых есть необходимость в высокопроизводительных вычислениях для многих задач. Акаэл Мисаки тоже теоретик. Но не только самое современное компьютерное оборудование интересовало этого ученого, но и такое, которое используется в эксперименте Тайга – гамма-телескоп. С экспериментом Тайга профессор из Японии хорошо знаком. Он является экспертом в этой коллаборации. Профессор также участвует, работает с людьми из эксперимента Тайга, которые занимаются радиосигналами, которые приходят из космоса. Это тоже очень интересно. Профессор только недавно вернулся, приехал из Иркутска, где они как раз обсуждали, как работать с этими радиосигналами. На данный момент профессор не является членом коллаборации, он как независимый эксперт. Но это очень интересная проблема в рамках той работы, которой он занимается. Установка Тайга создается в 50 километрах от озера Байкал и нацелена на решение фундаментальных задач гамма-астрономии высоких энергий, физики космических лучей высоких энергий, физики взаимодействия частиц и поиска частиц темной материи. Наличие разных типов детекторов позволит исследовать гамма-кванты и заряженную компоненту космических лучей в интервале 10 в 13, 10 в 18 степени электрон-вольт. Установка будет включать сеть широкоугольных черенковских станций, приблизительно 500, и 16 классических атмосферных черенковских телескопов, расположенных на площади 5 квадратных километров, и мионные детекторы. Профессор Мисаки, он видный японский ученый, он профессор в Университете Саитамы в Японии, и он асоциированный профессор в Институте Скобелцена в Московском государственном университете, и еще в Алтаиском государственном университете. Был цикл конференций и лекций, которые проводились в Сибири, в Москве. Визит в Объединенный институт ядерных исследований профессора Мисаки даст импульс к сближению ученых страны восходящего солнца и Оияи, так надеется Акео Мисаки и его коллеги в Дубне. А объединит их для начала тема электронно-фотонных ливней сверхвысоких энергий. Академия 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 Субтитры создавал DimaTorzok